Данте это не просто персонаж слэшер игры, это большой, блять, и страшный кардинал. Я был в ахуе. Типа, этот чел умеет всё. Просто всё. Всё, что вам придёт в голову, он делать умеет. Отбивать пули, отбивать удары, контрить захват имбы рукой, оплодотворять женщин взглядом, превращать воду в пиво, разрезать дерево пополам струёй мочи, ну и, конечно, давать пизды. В этом деле Данте не то, что собаку съел, он слопал ёбаного Фенрира вместе с Хатти Скалем, и это только за вчера, пиздец. И я даже досконально разбираться в этом всём не хочу. Данте в пятой части это просто конченый дед, который всю жизнь собирал по улице всё подряд как Плюшкин, чтобы на старости лет показать внучкам, что такое еб... И сушить не отходя от кассы. В этом и весь геймплей за Данте. Данте в Devil May Cry 4 это ебучая адская машина. И знаете, из чего состоит его арсенал? А я не буду даже считать, я что, ебанутый что ли, блять, нахуй, оно мне надо, блять. Давайте просто на примере разберём, как работает этот персонаж. Devil May Cry 4 сняла ограничения с использования стилей, и даже без получения нового оружия, с этой функцией геймплей за Данте представляет из себя контроль над истребителем, в котором вам нужно учитывать все используемые статистики. Подумаю, нет, смысла говорить о Данте в таком ключе дальше. И про тысячи других возможностей Данте, эксперименты с которыми постоянно дают какой-то результат, который даёт ещё более ебанутый результат. Каждое движение Данте это механика в механике, что делает его самым ебанутым персонажем за всю историю слэшер игр. Данте это механика в механике, который даёт его самым ебанутым персонажем за всю историю слэшер игр. Субтитры сделал DimaTorzok